Я Ясупова Дильдор, я родилась в Бухаре 1976 года. В семейном положении у меня двое детей, но в настоящее время я разведена, мать-одиночка. У меня была квартира на Инсабаде в девятом квартале, который конфисковали. В каком году? Конфисковали в 2017 году. Я по самим обстоятельствам уезжаю на заработки в Москву, потому что мне со здоровьем очень тяжело. То, что тяжелый труд, я не могу здесь работать. И я на заработки уезжаю в Москву, чтобы детей прокормить. Я сама состою в учете в 26-й поликлинике сахарный диабет второго типа. Это все происходило, когда меня не было. Пришла девушка, она ранее у нас жила. У меня есть квартира, которую я сдавала, чтобы семью прокормить, чтобы хоть копеечки были. Кроме моего квартиры. Но я сдавала всегда приличным семьям. И соседи, и Махаля, и участковы всегда были в курсе, кого я пускаю, как они живут, никому не мешают. Наоборот, активно все-все-все сделали. Эта девушка, Муратова Дельноза, ранее у меня жила без договора. Но она попросила. Тогда еще договора вот эти квартирные не очень так бы в силе были. Не были обязательны. Да, не были обязательны. Но так только-только начиналось. Потом я уехала. Дочке звонит 2 часа или 3 часа ночи. Звонит милиционер, что у вас там вот так вот так притон, что пустили третьего человека. Парочку пустила, вот она, давайте подойдите. Вот они с утра уже подошли туда. Все, как по записи Муратовой Дельнозы, она сказала, что ей якобы нужны были деньги на лекарства. Она за 50 тысяч сом пустила подружку с парнем. Но ни с улицы, ни кого. Но она ее как бы знала, подружку с парнем. После этого, как они оформили вот это все, как притон. А как милиция оказалась в этой квартире? Вот милиция, как оказалось, вызов у них был какой. Я не знаю, какой у них вызов был. Потому что, как они зашли, эта парочка, через 10 минут стучится дверь. И этот парень в голом виде, в трусах или не знаю в чем, открывает дверь и сразу милиция. А на тот, да, сам же пошел открывал. На тот момент Муратова Дельноза, которая снимала у нас квартиру, тоже там была, находилась в квартире. В однокомнатной квартире? В однокомнатной квартире она находилась на балконе, как она писала. И через 10 минут открывает он почему-то. А не хозяйка квартиры, а он открывает дверь. Это все уже видно, что это все подстава. Потому что до этого там никакого такого случая не было. Никакого, никогда никакой 0,2, ну какой-то вызов или соседи. У меня даже есть акты с Махали, с участкового есть. Все-все акты есть, что у меня никогда всегда были приличные семьи. И всегда я их как бы регистрировала. Кто у меня там живет. Хоть и не делала я на этот, как это, контракт. Вот. Этим я просто хочу сказать. У меня, я вот писала. Я только успела на апелляцию в Юнсабадском суде. Это все состоялось в Махале. Без меня. Все происходило. Решение все вынесли без меня. Вы имеете в виду Юнсабадский суд? Юнсабадский районный суд без меня было. Да. Они просто маму позвали. Даже моя мама, Бабаева Саяхат, она даже не поняла, в чем дело. Не знакомили, кто там, что там. Ей только дали подписаться, что это дочка, квартира Дочкина. И все. Она даже понятия не имела. И суд какое решение вынес? Суд вынес решение, что Муратова дельноза оштрафовать 30 минимальных оклад и квартиру конфисковать в пользу Юнсабадского хакемята. Как орудие преступления, да? Как орудие преступления, да. В течение 10 дней я должна была успеть на апелляцию. Я потом приехала, я на апелляцию подала в городском суде. И также я с адвокатом выступила. Там меня никто не слышал. Даже они между собой сидели, разговаривали. Никому это не интересно было. Но они же только подтвердили, что это все в силе осталось. То, что был вот этот приговор. Я потом уже в Верховный суд писала. Не один раз, даже 3-4 раза писала. Даже приемы заходила. В портал писала у меня ответы. Все одинаковые, все-все одинаковые ответы. Никто не хочет слушать. Я вот полтора года уже бегаю, все делаю, потому что мне уже не хватает на медикаменты, на лечение. И у меня сын несовершеннолетний. Дочка вот сейчас зарабатывает хоть как-то. Эта квартира у меня была единственной источник дохода. Потому что я еще содерживаю сестренку. Она инвалид первой группы. Мама тоже сахарный диабет, вдова. И как бы как могла, им тоже помогала. На какой стадии сейчас? Решается ли Ваш вопрос как-то? Нет, мой вопрос никак не решается. Она как и висит, так и висит. Потому что я опять начала вот это все. Я до сих пор продолжаю. Мне или надо работать, или вот этим заниматься. У меня еще со здоровьем чуть-чуть про... Я даже не могу на лечение ложиться. Потому что ко мне уже сколько раз приходили с поликлиники, что пора уже этот... Я никак не могу. И с этой квартирой, 1,38, ничего не могу делать. Но долги, вот это все коммунальные, я до сих пор плачу. Потому что это все на мое имя приходит. Пока квартиру у Вас не отобрали, то есть физически она пока у Вас? Физически пока у меня. Но я никак не могу воспользоваться. Потому что я запрет там не могу. Там пока никто не живет, да? Нет, там никто не живет. Там никого не могу пускать. Я не занималась воровством. Я не занималась проституцией. Я не занималась торговлями людьми. Я честным трудом зарабатываю. И до сих пор, хоть я и больна, я не сижу, не смотрю, что я больна. Я зарабатываю и детей кормлю. Я мать-одиночка. Поэтому я думаю, как-то кто-нибудь хоть мне поможет, чтобы добиться пересуда, и чтобы мне квартиры вернули. Пока-пока, не говорила. Продолжение следует...